Конструктор нужен прежде всего для того, чтобы создавать новые объекты нашего класса. И в языке Python существует возможность определить поведение конструктора. Это может быть нужно, например, для того, чтобы мы могли определить некоторые значения атрибутов уже созданных экземпляров по умолчанию. Для того, чтобы определить поведение конструктора, необходимо объявить функцию init внутри нашего класса. Давайте вернемся к нашему классу counter и попробуем написать в него такой конструктор, который бы для каждого созданного экземпляра установил атрибут count равным нулю. Для этого мы должны внутри класса counter написать функцию init, которая начинается с двух нижних подчеркиваний, затем нет имя init и два нижних подчеркивания. Эта функция init принимает один аргумент self и ничего не возвращает. Давайте разберемся, как же работает конструктор. В общем случае, функция init принимает на самом деле не один аргумент, а больше. Она может принимать и дополнительные аргументы, но, что самое главное, первый аргумент, который она принимает, это уже какой-то экземпляр нашего класса. То есть вообще процесс создания такой. Сначала он создается в пустой объект класса. Пустой, имеется в виду, что у него нет ни одного атрибута. Неймеспейс, который ассоциирован с этим объектом, является изначально пустым. Уже этот объект передается в функцию init в качестве self. Внутри self мы можем присвоить ему какие-то атрибуты. Например, как мы делаем в нашей функции и присваиваем self-count равным нулю. Функция init не должна возвращать какое-либо значение. То есть результат на работе функции всегда должен быть none. Это связано с тем, что идеологически функция init всего лишь устанавливает атрибуты для нашего объекта self. То есть вот наш self принимает уже пустой экземпляр нашего класса и его же изменяет, устанавливает в него атрибуты. Именно он же является результатом работы конструктора. То есть x будет ссылаться именно на тот же измененный self, который мы передали внутри конструктора. После того, как мы создали новый экземпляр класса и наш конструктор отработал, несложно убедиться в том, что атрибут был действительно установлен. И теперь x-count равен нулю. Установленные в конструкторе атрибуты ведут себя так, как и другие атрибуты. Мы можем менять их прямо здесь же. Мы можем прямо сейчас добавить к x-count единичку. Важно напомнить, что не обязательно, чтобы функция init принимала всего один аргумент self. Она также может принимать и другие аргументы, и это часто может быть полезно. Допустим, мы бы хотели, чтобы наш счетчик counter начинал свое исчисление не только с нуля, но и с какого-нибудь произвольного значения. Допустим, с десяти. Когда мы запускаем наш конструктор с аргументами, все аргументы, которые следуют в скобках, начинают инициализировать эти аргументы все после слова self. То есть первый аргумент self в нашем случае, он всегда инициализируется объектом, который является объектом-экземпляром, пустым. А все следующие аргументы начинают инициализироваться теми аргументами, которые мы передали внутрь конструктора.